Приветствую, друзья! Во всем мире и у нас идет вторая волна эпидемии коронавируса. Растет количество заболевших. И снова начинают заполняться больницы. Вводятся ограничительные меры, от которых все уже порядком успели устать. В этой ситуации многие возлагают большие надежды на вакцину от коронавируса. Тем более, что о ее появлении было заявлено как о победе, можно сказать, кремлевской науки. Сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Всегда приятно быть первыми. Особенно, если в кои веки мы стали первыми в позитивном смысле. Не первыми по коррупции или по неравенству, а первыми в научных разработках. Хотя скорость, с которой была создана вакцина, все же немножко смущает. Во всем мире ученые говорили, что для ее создания потребуется не менее года, а то и двух. А российская вакцина была создана, протестирована и зарегистрирована всего за полгода. Вот откуда взялась такая скорость? Чем знамениты создатели вакцины? И как проходили испытания прививки от коронавируса? Это важные вопросы, которые стоит задать себе всем, кто станет потенциальными потребителями этого лекарства. И ответы на эти вопросы даются в большом расследовании, которое сделали наши ребята из открытых медиа. Первая российская вакцина от коронавируса называется «Спутник Ви». Она разработана и производится научно-исследовательским центром имени академика Гамалеи. Руководит центром академик Александр Гинсбург. Именно он на совещании с Путиным уже 20 апреля заявил, что вакцина «Спутник Ви» готова и будет зарегистрирована к 15 июня. Где-то к 15.06 выйти на возможность государственной регистрации данного препарата. В результате вакцина была зарегистрирована не 15 июня, а 11 августа, но и это очень короткий срок для проведения испытаний. Как же так получилось, что центр Гамалеи смог провести все необходимые для регистрации нового лекарства исследования за вот это вот короткое время? Ответ простой. А их и не проводили. Благодаря особым правилам, принятым правительством. Клинические испытания любого лекарства состоят из трех стадий. Причем последняя, самая массовая, состоящая из десятков тысяч добровольцев. И она длится несколько месяцев. Это стадия, на которой определяются не только побочные эффекты, но и эффективность вакцины. Массовость и длительность испытания гарантируют точность результата. Грубо говоря, надо взять много добровольцев, разделить их на две группы, половине дать вакцины, а второй половине пустышку, ну вот то, что называют плацебо. А потом в течение нескольких месяцев наблюдать, сколько людей заболеет в одной группе и сколько заболеет в другой. Если количество заболевших среди привитых вакциной будет существенно меньше, ну чем в контрольной группе, то поздравляем, вакцина работает. Вакцина спутник ВИТ третью стадию не проходила, только первые две. И в итоге вакцину попробовали только 38 человек, а два укола, то есть полную дозу, получили вообще 20. Испытания проходили в госпитале Бурденко. И среди участников было лишь 6 женщин, а средний возраст составил менее 30 лет. То есть это были солдаты и курсанты. Говорить об эффективности или безопасности на основе такой выборки абсолютно невозможно, не говоря уже о том, что и эта часть исследований грешит некоторым неправдоподобием. Разработчики вакцины опубликовали результат первой и второй фазы испытаний в авторитетном медицинском журнале Lancet. И разразился скандал. Около 40 профессоров из Германии, США, Англии и Италии, ну и других стран подписали открытое письмо к разработчикам вакцины. Ученые выразили удивление, как у добровольцев из разных групп, получивших разные компоненты препарата, был идентичный уровень антител в крови. От разработчиков вакцины попросили исходную информацию об испытаниях, но такая информация не была предоставлена. Но может быть научная репутация разработчиков этой самой отечественной вакцины столь высока, что позволяет отбросить вообще все сомнения даже при недостатке испытаний? На территории центра Гамалеи, который разработал и производит вакцину «Спутник Ви» находится клиника «Неармедик». Клинику с центром Гамалеи связывает не только общая территория. Как вы видите на схеме владения акциями, как минимум 49% акции «Неармедик» принадлежит людям, имеющим отношение к центру Гамалеи, включая директора центра Академика Гинсбурга. Чем же знаменита группа компаний «Неармедик» и почему она важна для нашего рассказа? «Неармедик» – это разработчик и производитель препарата Кагоцел. Ученые дипломатично называют Кагоцел препаратом с недоказанной эффективностью. Но мы можем сказать более жестко. Кагоцел – это препарат из-за разряда фуфломицинов, как и орбидол, как и многие другие. Фуфломицины – это народное название псевдолекарств, чья эффективность не доказана, а стало быть, лекарствами они называться не могут. Они не могут назначаться к лечению и продаваться в аптеках за абсолютно конские деньги. Не могут. Но назначаются и продаются. В 2018 году объем продаж Кагоцел составил 7 миллиардов рублей. А Департамент здравоохранения Москвы в марте внес Кагоцел в список лекарств для профилактики коронавируса. При этом, чтобы вы понимали, история с недоказанной эффективностью Кагоцел – она не единственная в портфолио центра Гамалеи. Создатели вакцины «Спутник Ви» любят вспоминать созданную ими вакцину против лихорадки Эбола. На основании этой схемы были созданы и зарегистрированы в Российской Федерации в последние несколько лет три соответственные вакцины против вируса Эбола, об одной из которых вы хорошо знаете. Однако вакцина против Эбола практически дословно повторяет историю создания вакцины против коронавируса. Вакцина центра Гамалеи против Эбола была зарегистрирована после испытаний на всего 92 добровольцах, да и те испытания, судя по всему, были сфальсифицированы. Применялась вакцина уже после окончания эпидемии, когда проверить ее эффективность просто невозможно. Никто больше не заболевает. Но зато Путин любит рассказывать, что российские ученые создали лучшую в мире вакцину против лихорадки Эбола. Однако вот беда. По документам ВОЗ, единственная в мире вакцина против Эбола с доказанной эффективностью американская. Несмотря на такую небезупречную репутацию, центр Гамалеи обладает удивительным кредитом доверия от властей. Дочь Путина, Катерина Тихонова, согласилась привиться недоиспытанной вакциной. Эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. А государство профинансировало производство спутника ВИИ на почти 2 миллиарда рублей. Как же российский разработчик и производитель фуфломицинов и недоиспытанных вакцин смог войти в доверие руководству страны? Ответ будет смешным, удивительным и пугающим одновременно. Источники открытых медиа утверждают, что руководитель центра Гамалеи Александр Гинсбург обзавелся контактами среди близких к Путину людей в рамках проектов по созданию эликсира вечной молодости. И это не шутка. Окружение Путина, очевидно, на полном серьезе интересуется проектами по продлению жизни и молодости и инвестирует в шарлатанов, которые эти проекты предлагают. Что дальше? Алхимия? Превращение свинца в золото? Поиск бессмертия? Фильтры Петрика? О, да. Фильтр Петрика уже был. Кажется, Грызлов продвигал. Но разговоры о поиске бессмертия идут полным ходом. Вот об этом рассуждает Фазаил Атаул Лоханов, бизнес-партнер руководителя центра Гамалеи Александра Гинсбурга. Вот как устроен совместный бизнес его племянника и создателей вакцины «Спутник Ви». Кстати, племянник Фазаила Атаул Лоханова, Рустам, сам достаточно интересная фигура. Рустам сначала работал в центре Гамалеи, а затем стал бизнес-партнером центра. Сейчас Рустам осужден за хищение 400 миллионов рублей у Роснано. Деньги были выделены, будет смеяться, на разработку инновационных вакцин от гриппа. На этом месте у вас, друзья, уже, наверное, начинает кружиться голова. Да, хваленную российскую вакцину от коронавируса разработали люди, в портфолио которых вакцины и лекарства с недоказанной эффективностью, уголовные дела и проекты по поиску вечной жизни. Вот как такой коктейль мог не заинтересовать людей из окружения Путина? Но он и заинтересовал. Первой вакциной от ковида заинтересовалась Наталья Попова. Вам это имя ничего не скажет. А вот, к слову, зря. Наталья Попова – это близкая подруга дочери Путина Катерины Тихоновой и ее заместитель по фонду Иннопрактика. А еще Попова – жена Кирилла Дмитриева, руководителя РФПИ, Российского фонда прямых инвестиций. СМИ называют Дмитриева очень близким к Путину человеком и влиятельным чиновником. Наталья Попова привелась новой вакциной еще даже до начала клинических испытаний. Кто-то назовет этот шаг смелым, ну а кто-то глупым. Я на самом деле была в числе практически первых испытуемых, даже раньше собственного мужа. Чтобы вы понимали, до клинических испытаний вакцину пробуют только на обезьянах. Проблема в том, что поступок Поповой ничего не дает с точки зрения доказательства безопасности и эффективности препарата. Ну да, это не цианистый калий. Да, конкретный человек выжил. И что? От ковида и без всякой прививки умирают нечасто, а многие проходят его вообще бессимптомно. Но Попова, видимо, рассказала о вакцине своей подруги, дочери президента и своему мужу-чиновнику. Дочь Путина, как мы уже видели, тоже сделала прививку. А Кирилл Дмитриев стал главным лоббистом вакцины «Спутник Ви». Именно он придумал это название. «Спутник Ви» – эта идея принадлежит, честно говоря, сотрудникам Института Гамалея. Название хорошее, очень удачное. Это принадлежит идее Кирилла Александровича Дмитриеву. На фонд прямых инвестиций зарегистрирован и сайт этой самой вакцины. Очевидно, лоббистский потенциал Дмитриева помог и с регистрацией. Испытания вакцины уже на упоминавшихся 38 солдатах и курсантах проходили с 18 июня по 3 августа. Но уже 14 июля Кирилл Дмитриев пишет колонку для американского Newsweek, где обещает до конца года произвести 200 миллионов доз вакцины. Еще не закончились испытания, еще нет регистрации. Но Дмитриев знает, что вопрос будет решен нужным образом. 29 июля в интервью СНН он обещает, что вакцина будет зарегистрирована через 2 недели. Конечно, эту самую вакцину должен регистрировать Минздрав, а не глава фонда прямых инвестиций. Но Дмитриев оказывается прав. И ровно через 2 недели вакцина получает регистрацию, так и не пройдя третьей фазы клинических испытаний. После регистрации эта вакцина, как еще раз повторюсь, с недоказанной эффективностью, поступает в медицинские учреждения. Центр Гамалеи получает государственные миллиарды. Путин возможность заявить о разработке первой в мире вакцины от коронавируса. И с барского плеча предложить сотрудникам ООН привиться российской вакциной. Предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений. Интересно, кто-нибудь из них решится на такой героический шаг? Ну, а граждане? Граждане получают возможность стать подопытными кроликами, объектами продолжения испытаний вакцины. История с вакциной от коронавируса – это наглядный пример того, как функционирует путинское государство. Это сочетание жульничества, нездорового энтузиазма, выбрасываемых на ветер государственных денег, лженауки, пренебрежения гражданами и ложно понимаемыми государственными интересами. Махинаторы от медицины готовы выпустить любой, даже не прошедшее испытание продукт на рынок. Люди из ближнего круга помогают махинаторам получить государственные миллиарды, потому что они вместе искали эликсир молодости. Надзорные органы регистрируют не прошедшее испытание лекарства, а Путин хвастается новой разработкой, чтобы утереть нос какой-то его там международной аудитории. Граждане же платят за этот цирк из бюджета и получают сомнительной эффективности и безопасности вакцину. Причем даже не все имеют возможность отказаться от этой прививки. В этом месте, друзья, вы можете меня спросить, ну а правда ли все так плохо с вакциной? Ну да, у нас нет достаточных доказательств ее эффективности. Но ведь нет доказательств ее неэффективности. Надо заметить, большая часть специалистов считает эту вакцину по крайней мере безвредной. Хотя есть и другие мнения. Многие ученые подозревают, что эта вакцина может индуцировать такой иммунитет, который не защищает от болезни, а делает ее более тяжелой. Ну может на самом деле вакцина хоть и не прошла испытание, но прекрасно работает? И может быть прав Путин, что гордится ей? Мне есть что ответить. Вакцина была зарегистрирована 11 августа. А 23 сентября Путин выступал перед членами Совета Федерации. И если бы он был уверен, что вакцина прекрасно работает, то ему не было бы никакого смысла стоять в 50 метрах от всех присутствующих, чтобы никто не мог даже теоретически дочихнуть до него вирусом. А кремлевские пропагандисты, когда рассматривают варианты борьбы со второй волной эпидемии, про вакцину даже не вспоминают. И это тоже говорит о многом. Друзья, берегите себя, не болейте. И читайте полный текст расследования о создании вакцины «Спутник Ви» на сайте открытых медиа. Спасибо Наташи Телегиной и Елене Виноградовой за отличный материал. Всего вам хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!